Формирование комфортной городской среды. Вы что-нибудь слышали об этом национальном проекте? Ну, слышала. Улучшение жилья, не жилья, а площадок. Все люди хотят улучшения. Площадок для детей, насаждения, чтобы были. Тротуары какие-то, изменения. Ну, я просто слышала об этом, только не знала, где брать бланки. И как заполнять их, и куда отправлять их. Конечно, существует. Вот я тоже комфорт делаю. Подъезды он крашу. Белю крашу, их тоже делают. Нет, не слышал. Вообще никак? Нет. Не, не слышал. А есть, может быть, какие-то предположения, что это вообще может быть? Не, не знаю. Не знаю. Честное слово, не знаю. Ну, может быть, детство так мелько. Что быть? Нет. А есть какие-нибудь предположения, что это может быть за проект? Комфортная среда. Возможно, для улучшения горожан жизни. Все ли там, площадки какие-то. Городская, но не всегда комфортная среда. Прогуливаясь по городу, можно заметить, что где-то уютные скверики, лавочки и ухоженные деревья. А где-то мусор, пустошь и грязь. Несправедливо, правда? Правительство решило предложить своего рода лайфхак. Жители, которых не устраивают их уютные дворики, могут решить вопрос с помощью национальной программы формирования комфортной городской среды. Он тем уникален, что он практически заказчиками всех работ является гражданин. Не правительство, как орган власти, не орган местного управления, а именно гражданин. И контролирует все это дело общественное движение, общественные комиссии, которые созданы в каждом муниципальном образовании. Так что же все-таки требуется, чтобы вступить в федеральную программу и сделать придомовую территорию удобной? Если вы ТОС, общественное объединение или просто группа инициативных соседей, вам необходимо всего два действия. Во-первых, подать заявление в общественную комиссию и заявление в комитет городского хозяйства. Во-вторых, и это самое главное, составить дизайн-проект своего будущего двора. Неважно, в каком формате, будь то акварельный рисунок или 3D-модель. Главное четко изобразить, каким именно должен быть ваш двор. Указать точное количество необходимых лавочек, беседок или фонарей. После обсуждения на общественной комиссии дизайн-проект поместят на сайте активный гражданин или активный горожанин для жителей Улан-Удэ. После проведут голосование за лучшие проекты. Они-то и войдут в первоочередный план по благоустройству на 2020 год. Подать заявление и дизайн-проекты можно до 1 октября.